Помнишь Flappy Birds? Я нашел игру, которую еще жестче. Главное, держи себя в руках и не сделай так со своим компом. Ссылка в описании. Всем привет, господа, с вами снова Римас, мы продолжаем прохождение Total War Warhammer. Ну что ж, забрали мы с вами, сделали такой нормальный штурм, и смотрите, тут еще есть кое-какие вражеские бойцы, которых мы можем в принципе перехватить. Хотя, с другой стороны, у нас есть потери, и нам нужно вообще восполнять свои потери. Ну, давайте сначала их отгоним, так как зеленокожие, очень странно, что они не стали уходить. Можно, в принципе, сделать автобой, можно еще сделать... Так, кстати, давайте вот наших бойцов на передовой, раздадим им знамена. Многих бомбит, потому что я не... Забываю, ребят, забываю. Так, эффекты сопротивления от выстрелов. Как раз вот этим бойцам мы можем... Потом, во время битвы, я так понимаю, мы можем их еще менять, эти знамена. Прекрасно. Дарвс. У меня... У меня русификатор сломался, что ли? Ну, как не русификатор, а локализация. Интересно. Так, ладненько, погнали, господа. Сейчас мы их побомбим немного своими пушками. Пушки будут у нас находиться чуть-чуть позади, хотя, возможно, они не смогут. Так, а знамена... Перетащить... Через контрол, может, через альт. Я не знаю, как можно их во время бита перетаскивать. Может быть, их нельзя перетаскивать. Ладно, погнали. Наши бойцы будут обстреливать врагов сзади. Под номером 2 делаем. И наши пушечки тоже будут работать по этим бомжам. Я надеюсь, эти пушки смогут... То есть, не будут по своим попадать. Я надеюсь на это. Может, чуть-чуть их позади оставить вот так вот. Ну что ж, поехали. Погнали. Надеваем шлемы. Всем приятного просмотра. Гномчики. Самые свирепые ребятишки. Особенно, если такие персонажи, насколько я помню, называются старые ворчуны. Хорошо, что их не назвали старыми пердунами. Так, стреляем. Пошел заряд. Вот это жесть. Пошла жарища, ребята. Красота просто невероятна. Посмотрите, ребята. Четких пацанов мы просто расстреливаем жестко как. Мне кажется, они до нас не добегут, потому что мы их просто-напросто расстреляем. О, где еще выстрелы? Давайте четких пацанов разбиваем. Летит красотка. Невероятно. Ху-ху-ху-ху. Вот это летающее мясо просто. Просто летают. Так, у них вроде бы обалдеть. Так, тут кто-то спрятался, да? Начинаем обстреливать вот этих вот лучников. А давайте попробуем застрелить лорда вражеского. Так, нас застреливают. Да, мы убили их лорда, ребята. Мы убили их лорда. Они остаются без лорда. Превосходно. Так, добиваем этих. Они просто до нас не доходят. Вы посмотрите. Это победа. Бедные ребята. Слушайте, обращу ваше внимание, что звуки здесь просто превосходные. Именно вот звуки артиллерии, катапульт, всяких пушек и прочих орудий. Прекрасно. Вы это слышите, да, ребята? Какая красота. К сожалению, у нас нет быстрых бойцов, которые смогли бы догнать отступающих воинов. Но зато у нас есть хорошие пушки. Все-таки невероятная игра. Total War Warhammer. Своеобразная такая. Оптимизация, конечно, здесь на высшем уровне. Разработчики еще обещают улучшить графику и оптимизацию. И я надеюсь, скоро еще появится DLS на расчленение и кровь. Ну, там, конечно же, будет какая-то своя символичная цена. Многие, кстати, бомбят из-за этого. Ну, с другой стороны, ребята, ну, разработчики же должны как-то тоже зарабатывать. Я, конечно, их не защищаю. Но за такой продукт, мне кажется, все-таки они заслуживают бабла. Бабосов побольше. Как я за просмотрю. Ну что ж, погнали. Так, ну что, мы можем их пленить. Казна плюс 388. Либо казнить пленных. Давайте лучше их казним. Поднимем, как говорят, свою дисциплину. Ага, второй раз мы их не догоняем. Зато мы будем, мы, вернее, сможем второй армией их разбить. Надеюсь, эта армия их добьет. Да, ребят, можно. Ай, блин, зачем? Что я сделал, господи? Блин, опять я вот, как вы поняли, в прошлой серии, в прошлом стриме. Хоть. Тут, в принципе, понятно, что мы их разобьем. Все дела. Ну, так или иначе. Погнали, ладно. По-быстрому. Ну, я выйти с боя не могу. Это как-то некрасиво будет. Сейчас наша задача разбить вот этих вот бойцов ближнего боя. Потом уже... Кстати, давайте сначала отдохнем немного. Потом мы можем устать. Да уж, Римас, Римас поторопился. Я по-своему часто вот так вот ошибаюсь. И допускаю промахи в кнопочках. Так. Тут у нас кое-какие ребятишки появились, которые будут нас обстреливать. Погнали. Ну, давайте экшончик посмотрим. Ох, как нас просто вшатывает. Ай, пошел. Вот это да. Суровый. Жесткий гном, ребята. Посмотрите. Да! Невероятно. Ну, просто их выносим, дорогие друзья. Мы их просто выносим. Так, нам надо горнякам помочь немного. Добиваем. Так, горняков уже начинают разбивать. Поэтому давайте сейчас мы... Ну, ладно, давайте, давайте, давайте добьем их. Суча, нас жестко застреливает. Добиваем, 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 добиваем. Так. Горнякам помогаем. Этих ребят добиваем. У нас очень плохо в том, что у нас нет застрельщиков, ребят. Смотрите, как они бегут-то быстро. Хе-хе-хе. Гоняйте-к. Смотрите, как наш лорд. Невероятно. Хорошо, хрен с ними. Оставляем их тогда вот в сторону. Отправляем, вернее. Да, ребят, мы догнали. Мы догоняем ночных гоблинов, лучников. У которых те самые штуки на головах. Это прекрасно. Так, горняки здесь присыпали. Затащили каточку. Это хорошо. Че, теперь кошки и мышки будем играть с ними, да? Все. Догоним, добьем. Ночных. Петушков. Ну все, погнали. Вот, видите, ребят, без лучников, без остовов. Очень сложно. А что они с переводом-то сделали? Почему у нас главные герои? Я имею в виду, наша раса на английском написано. Интересно. А если мы их сделаем на ускоренном марше, мы не сможем их добраться, да? Давайте тогда вот так вот подведем своих бойцов, чтобы нас не перехватили. Итак. Навыки. Понятно. Здесь ничего нет, а здесь, по всей видимости, есть два навыка, которые мы можем поднять. Доспехи плюс 6, также есть влияние на дисциплину, либо дальность перемещения на карте кампании плюс 10%. Берем. Дальность перемещения у нас вроде бы активируется со следующего хода. Козье пастбище плюс 40, рост и скорость восполнения потерь получается плюс 6%. Давайте что-нибудь такое с доходом построим. Я надеюсь, я все правильно делаю с постройками. Я даже уверен в этом. Хотя могут быть кое-какие проблемки. Кстати, мы забываем про своего героя, который может делать всякие пакости. Ну, про своих агентов, если так быть точнее. Смотрите, ребят, все фракции почему-то на английском языке. Это очень странно. Ну, да ладно. А-а-а, я же поставил... Мы же с Диодантом пытались там что-то сделать, сетевую кампанию. Мы поставили мод какой-то, я забыл, как он называется. И этот мод, он позволяет это дело реализовать, чтобы было так, что, ну, как бы, все две фракции были рядом друг с другом. А который открывает все фракции. И этот мод забыл отключить. Поэтому он сломал немного вот эти все. Полная неудача. Не понял. Мы что, потеряли своего этого, да? Получил ранение. Понятно. Просто превосходно. Этого, конечно, нам не хватало. Кстати, у нас здесь есть проблемы кое-какие. С... Сквер на хаосы к нам приближается. Это все дело влияет на общественный порядок. Поэтому нам надо как-то делать... Я не знаю, что мы можем здесь построить. Только то, что поднимает общественный порядок. Правда, то, что поднимает общественный порядок, нам лучше стоит... Черток вождя вот построить здесь. 3000 золотых монет. У нас всего лишь 2000, да? Это получается три хода. А здесь лучше что-то другое строить. Когда нет денег, надо возвращаться к дипломатии. И просить эти деньги. Ребята, дайте нам, пожалуйста, деньги. Я понимаю, что это, возможно... Ухудшит наши отношения. Ну, так или иначе... Дайте, пожалуйста, 300 золотых монет. Что у нас там? Ну, в принципе, они у нас не ухудшаются. Конечно, есть какие-то параметры, которые влияют на ухудшение отношений. Расторный торговый договор. Отзыв правопрохода, конечно, не будем. Обсудить выплаты. Надеюсь, конфедерация, когда мы сможем с ними заключить. А, они у нас... Они нашим военным союзникам. Ладно, дайте нам 300 золотых монет. Превосхода. Мы 600 заработали. И можно еще... Кстати, а вот с этими ребятами торговый прогноз. Если мы заключим с ними торговое соглашение, у нас доход будет плюс 160. Торговое соглашение. И за это мы можем запросить кое-какую сумму. Да ладно? Невероятная дипломатия. Обожаю просто. Да, давайте. Прекрасно. Отношения у нас должны улучшаться. Это превосходно. Ну, с кем мы еще не торгуем. А с гномами, ребята, надо дружить. Конечно же, надо дружить. Все. Занимаемся строительством. Вот такой вот необычный ход у ремосенка. Ать-тять-тять-тять-тять-тять-тять. Как это плохо. Как это плохо. Злата плавильня. Добыча золота. Тысяча. 200 дохода плюс, да? То есть, это получается плюс 300 дохода. Ну, вот я, если честно, не уверен. Стоит ли нам строить что-то такое, которое поднимет наш общественный порядок. Либо чуть-чуть подождать, построить что-то такое, чтобы был рост. А давайте лучше ямочное поле построим. Скорость восполнения плюс 30. Здесь у нас получается плюс 38. Здание четвертого уровня. А именно это здание строится в замке, друзья. Можно еще золотоплавильню построить и сдать ход. Вот там. Слушайте, пока все у нас хорошо идет. В нашей компании все превосходно. Опять мы забыли про своего агента. Нам надо своего агента куда-то... А-а-а! Я знаю, куда его можно внедрить. Так как у нас падает общественный порядок, мы можем его отправить туда и сказать, что он следил за общественным порядком. Как раз этим делом мы с вами займемся. Очередной налет у нас в наших землях. Ну-ка. Ладно. Я не знаю, зачем я это сделал. Где наш герой? А-а! Тфу! Блин, наш герой-то умер. Я же забыл. То есть не умер, он ранен. Нам надо подождать немного. Хотя, за другой стороны, мы можем нанять еще одного героя. Нанять лорда, нанять героя. К сожалению, мы не можем. Так, здесь? А здесь мы можем? Подождите. Как можно убрать это дело? Так. Так. Мастерская инженера. Здесь у нас требуется постройка. Короче, их постройку у нас, к сожалению, нет. Ладно, пока что займемся тогда строительством. Опа. Здесь у нас появилось еще одно здание, которое мы можем построить. Так, общий порядок. Ну что ж. Литейную мы можем построить. Правда, литейную мы можем здесь построить. А здесь у нас все здания уже заняты. Самоцветы. Торговый склад. Рост. Нужно больше золота. Как раз экономику свою поднимем. Так. Хорошо. Что-то у нас битв мало, да? Ну, такие мелкие битвы, конечно. Понятное дело. Но нам надо, кстати, уже эту армию чуть-чуть улучшить. Так как скоро хауситы к нам с этой стороны, возможно, придут. Уже скверно пошла. А это говорит о том, что они, возможно, скоро потянут свои весла. Но, с другой стороны, мы можем пока что отправить. Своих бойцов в эту сторону. И его захватывают вот эти вот новые земли. Да. Тем более, здесь у нас есть наши нейтральные бойцы. Они уже осаждают очередные города. Смотрите, ребят. Зачищая вот эти земли, у нас в тылу будет вообще много. То есть, наоборот, врагов не будет, да? Так опыт отрядов берем. Изучаем все это дело. Поэтому давайте лучше просто сделаем. Будем делать атаки. Я надеюсь, у них не получится провести. Будем идти на наступление. Только на наступление. А то враги уже начинают делать какие-то набеги непонятные. Мне уже это бесить, если честно. А так мы, кстати, с земли так нормально, да? Действия вражеских героев. Пытаются замедлить нашу армию. Конечно же, они видят то, что у нас наша армия уже подходит сюда. Мы сейчас вот так сделаем. Этих бойцов отправляем сюда. Я думаю, пора уже захватывать это. Это поселение. Карак-дрон. В карак-дроне мы уже делаем. Возводим златоплавильни. Опа! Вот как раз пекарню можем построить. Что позволит нам повысить темп роста нашего поселения. Итак, навыки. Сопротивление скверни. Прекрасно. Скверни, вернее. Хауситы идут, ребята. Хауситы идут. Сейчас вот-вот они подойдут. Поэтому нам надо быстренько разобраться с зеленокожными. Добить их. Их получается... Агент пытается затормозить наших бойцов. Я надеюсь, у него этого не получится. Хотя, не знаю. В режиме подземных ходов. Возможно, у него будет... Да, он еще и вторим агента пытается тоже так же затормозить. Надеюсь, к этому моменту наш агент... Вне опасности. Так, 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 так. А! Вражеский это был ранен. В попытке. Делаем боевой. Так. Хорошо. Погнали. Друзья. Хе-хе-хе. Сейчас будем их вшатывать просто. Red Funks. Это красноклир воде. Да, надо, кстати, убрать уже мод, наконец-то. Ух ты. Вот это да. Посмотрите, ребята, какая красота. Это невероятное зрелище. Вы поглядите. Какие огромные каньоны, горы. И все это дело... Мы скоро захватим. Так. Боже, что у меня сегодня с телефоном? Уже 55 раз меня звонят. Такое бывает, что никто тебе не звонит там целый день. А потом раз и начинает названивать. Эх. Римасенок, Римасенок. Погнали. Чуть-чуть вперед продвинемся. Так, они уже продвигаются. Поэтому будем обстреливать их лучников. Ай, сейчас какая красота пойдет. Посмотрите, ребята, я вот ради вот этих... Эти... Этой красоты просто люблю битвы. Любую битву. Если мы даже проигрываем, если мы даже выигрываем. Я просто обожаю наблюдать, как их тела просто вылетают. Кто обожает битву, ребята? Total War Warhammer, Atila Total War, либо Rom2 Total War. Вот ради вот этих встречных битв. Реально. Я думаю, многие со мной согласятся. Напишите в комментариях. Ва-ва-ва-ва-ва-ва. Ну что там, наши пушки стреляют, нет? Вот пушки не стреляют. Так, нас уже обстреливают. Мы можем пока что отправить своих застрельщиков в эту сторону. Погнали, 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 ребята. Невероятное зрение сейчас. Так, эти уже сбежали. Так, отходим, отходим, отходим вот сюда. Вот в эту сторону. Сейчас мы их просто-рапросто разобьем. Дорогие друзья, расстреляем. Так, остановитесь, стреляйте куда хотите. Наши горники что-то получают по щам, если честно. Нам надо горникам помогать. Мир Вархаммера. Просто невероятное зрелище. Это победа. Кстати, наконец-то добавили нормальную такую пыль, да? То есть, когда ты бежишь, реально красиво смотрится. Этого не хватало, кстати, в предыдущих частях. Total War. Красота просто. Кстати, какая-то темная карта в этот раз получилась. Ладно, окончим бой. В принципе, нам дальше нет смысла их добивать. Мы, конечно же, их превосходили и числом, и качеством, и вообще всеми бойцами. Красноклыки. Получают по щам. Кстати, опять, видите, вот я опять забыл. Знамена раздать. Но ничего страшного, давайте сейчас прям раздадим. Не побейте, ребята, это нормальное дело. Это нормальное дело у меня на канале. Так, связывается с заклятием. Подождите, огненный шар у нас появился, дорогие друзья, у нашего легендарного лорда. Вот, наконец-то, вот этого, конечно, не хватало нам. Так, доход от торговли, плюс 5 от торговых пошлин, вся фракция. Прекрасно. Минуточку. Сейчас посмотрим. Огненный шар. Так, бачар. Мне надо разобраться, где этот огненный шар находится. Вот он. Вот он, друзья. Постоянная способность. Другой осколок. Что он дает? Вот это у нас уже была, да? А здесь у нас огненный шар. Вот это да! Вот это да! Наконец, у нас уже появился активный навык. Так, теперь, ну, прокаст. Боеприпас 3% делаем. У нас очень много забиак. И, конечно же, нам придется... Смотрите, ребята, еще одно поселение осталось. И у нас будет полноценное поселение. Восточные бесплодные земли. Где мы сможем реально делать огромные вещи. Так, нам надо улучшить. Тогда вот здесь вот. Этот форт. Конечно же, здесь будем строить стены. И будем продолжать свою крайнюю агрессивную экспансионскую политику. Нам надо подоспеть. До того, как наши союзники заберут вот это вот последнее поселение в нашем регионе. Поэтому обязательно нам нужно поторопиться. С другой стороны, было бы хорошо, если бы мы с вами наняли еще одного лорда вот в этих землях. Ну, так как я чувствую... Вот, смотрите, здесь у нас полноценная армия орков. Они сейчас находятся под землей. Да, это те же ребятки. Красноклыки. И они, по всей видимости, направляются к нашим союзникам. К гномам. Дружки, вы просто молодцы. Ну, не лезьте. Не лезьте туда, куда я лезу. Не надо, хорошо? Превосходно. Хорошо, остается сдать ход. Посмотрим, что из этого получится. Гребят. Грабят ребятишки. Грабят, по всей видимости. Угу. Прекрасно. Возможно, скоро у нас будет огромная битва, ребята. Нам надо потянуть своих бойцов. Гноми-воины. Гноми-воины. Так, это у нас горняки. Слушайте, а в горняке подрывные заряды. Что-то мы с вами их не испытали, да? Нам надо как-то их испробовать. Так, забияки. Громобои. Правда, нам придется подожрать два хода. Блин, ну за их наим у нас огромные деньги уходят. Нам бы лучше тогда построить что-то друг... Блин, ну ладно. Давайте тогда остается пока что повременим со строительством. Нам надо реально еще побольше бойцов. У нас очень много лучников. Так вот... Горняки. Подрывные заряды. Я хочу посмотреть, что это за бойцы такие. Надеюсь, Википедия заработает у нас. Грузись. Грузись. Прекрасно. И... Битва, игровой процесс. Режим игры. Сетевая игра. Подожди, я хочу горняков посмотреть. Ты что творишь-то, Вась? Расы тогда выберем. Минуточку. Сейчас. Войска. Выбираем гномы. Есть мед. Автожир. Бомбовоз. Пехота. Тяжелое оружие. Гноми-воины. Здесь у нас... Горняки, горняки, горняки. Вот они. Подрывные заряды. Многие горники погибают в своей шахте, да? Статистика. На им войска 425. Ну, 700 было, потому что я их нанимаю вообще в другом регионе. Кстати, молодцы. Creative Assembly сделали это дело. Характеристики. Этот отряд может быть развернут за пределами зоны развертывания. Это прекрасно. Маскировка лес. В лесу они, конечно же, могут маскироваться. Доспехи. Понятно? Понятно. Давайте тогда их будем опробовать уже в следующем штурме. Мы будем штурмовать это поселение. Правда, вот наш приоритет, конечно, вот это вот дело. Штурмануть, чтобы уже получить полноценный... Регион нашего этого, да? Ладно. Избыток населения. Где-то у нас опять избыток населения появился. Мы можем построить очередное здание. Но, к сожалению, у нас не хватает для этого золота. Нужно больше золота. Кстати, хороший доход получился. Построив это дело. Самоцветная копь. Второго ранга даст нам 450 золотых монет. Третьего ранга 600 золотых монет. Четвертого ранга 900 золотых монет. Это просто невероятно. Так. Надо, кстати, не забыть потом мод убрать после выхода из игры. Мод из... Перехват, друзья. Охереть. Гоблинская швырялка. Ой, ребята, походу нам капец. Нам, походу, капец. Гоблинская швырялка. Сопротивление к выстрелам. Блин, ну вот нам надо... Да уж. Вы посмотрите, сколько у них швырялок-то, а? Нам надо их швырялок просто разбить. Обалдеть. Они же нас... Они же нас расстреляют. Стреляют. Пока мы до них добежим. Короче, ребята, в следующей серии будет жесткая. Подземная битва. Дорогие друзья, с вами был Римас. Это была очередная серия Total War Warhammer. Спасибо большое за ваши лайки. Если вы впервые на канале, подпишитесь обязательно. Ну и... Если есть ВКонтакте, присоединяйтесь в нашу группу. Ссылка в описании. С вами был тот же Римас. До скорой встречи. Продолжение следует...